Приветствую вас всех уважаемые садоводы и огородники моего канала, вот так выглядит моя капуста на середина лета, здесь у меня как видите очень красиво цветут лилии и здесь же у меня растут бархатцы, посмотрите какая красивая капуста у меня в этом году, слава богу как говорится, та дальняя капуста это у меня сорт зимовка, а это у меня сорт амагер и вот обратите внимание среди этой красивой капусты, вдруг у меня начала краснеть одна капуста. Давайте подробнее разберем почему краснеет капуста. Капуста достаточно чувствительна к составу субстрата, на дефицит либо избыток определенных макро или микроэлементов она быстро реагирует изменением внешнего вида. Один из распространенных симптомов это краснеют листья у капусты, однако это может быть вызвано не только неправильным подкорками, но и негативными внешними воздействиями. Нужно уметь правильно определить причину, от этого напрямую зависят принимаемые меры. При дефиците азота процесс идет снизу вверх, все начинается с прожилок самых нижних листьев. Они у капусты сначала желтеют, затем краснеют, образуя сеточку. С небольшим опозданием изменение цвета захватывает листья целиком. Когда растению не хватает фосфора, процесс идет от краев поверхностных листовых пластин на кочанах к центру. Расплохчатые пятна неправильной формы постепенно сливаются, захватывая ее полностью. Если ничего не предпринять, их оттенок становится интенсивнее. Сначала садоводы замечают, что капуста стала тускло-розовой, затем пунцово-красной и бортово-фиолетовой. Если листья капусты краснеют, и это не единственный подозрительный симптом, необходимо внимательно осмотреть розетки на предмет наличия вредителей. Когда растение практически перестает развиваться, теряет тонус, листья не только краснеют, но и вянут, отмирают, весьма вероятно, что это вызвано заболеванием. Дефицит фосфора делает капусту более восприимчатой гнили. Если она краснеет по этой причине и садовод ничего не предпринимает, можно почти наверняка утверждать, что вскоре он лишится урожая на корню. Вот к этим моим последним словам обратите особое свое внимание. Я специально на этой капусте не предпринимал никаких мер для того, чтобы вам показать результат, если вы ничего не будете предпринимать для этой капусты. У меня эта капуста начала краснеть не от корня по жилам, а наоборот с краю листьев, то есть ей не хватало фосфора и я не давал специально фосфора, чтобы вам показать, что же дальше будет происходить. Как видите листья уже желтеют, повяли, то есть куст просто-напросто погибает и если вовремя не внести в фосфорные подкормки, то конечно всего скорее вызвано это будет корневой гнилью. Итак давайте сейчас я выкопаю этот куст капусты и посмотрим, что у нас происходит там внизу в земле. Сейчас я постараюсь аккуратненько выкопать этот куст капусты и посмотрим, что у нас происходит с корнями. Стараемся, чтобы не повредить нормальную целую хорошую капусту. Давайте я сейчас хорошенько помою, чтобы внимательно все рассмотреть, что у нас происходит с корнем и вот обратите внимание, нижняя часть корня просто-напросто сгнила, вот как видите она здесь легко шевелится, то есть нижняя часть корня отмерла и как видите капуста хочет жить естественно и она дала вот эти вот новые побеги корней. Но как говорится, что не сделаешь ради того, чтобы вам все это показать. Все равно смысла нету ее держать в грядке, так как вилок все равно не успеет хорошо развиться и он будет маленький и невкусный. Ну вот я вам наглядно показал, что будет происходить, если вы вовремя не дадите такой капусте подкормку в виде фосфора, то есть мы получили в результате корневую гниль капусты. Если вы заметили на своей капусте покраснение краев листьев, вам необходимо срочно ее подкормить. Подкормить можно к примеру вот суперфосфатом, а потом дать калиевую селитру или любую другую калиевую подкормку. Можно в принципе это все совместить и дать простую хорошую подкормку монокалий фосфат. Иногда она называется монофосфат калий. Суперфосфат можно внести как заделка в почву, то есть рассыпали и заделали в почву или же сделать водяной настой из суперфосфата, согласно инструкции. Я буду подкормить свою капусту монокалий фосфат. Разводится этот препарат очень просто, 20 грамм на 10 литров воды. Расход от 4 до 10 литров на 1 квадратный метр. Все высыпаем, хорошенько размешиваем до полного растворения этого порошка и доводим рабочий раствор до 10 литров. Теперь начинаем подкармливать капусту. Как я и говорил расход 4-10 литров на 1 квадратный метр. Я буду подкармливать 10 литров на 1 квадратный метр. Я уже делал первые две подкормки азотные и теперь как раз настала пора подкормить капусту фосфором и калием. Можно это разделить, сначала подкормить фосфором, а потом калием, потому что капуста сейчас когда завязываются вилки, очень в этом нуждаются. И как видите, здесь у меня расцвели бархатцы. Ну давайте я вам похвастаюсь, какие красивые у меня в этом году цветочки. Вот посмотрите, все разные и очень красивые. И кстати, бархатцы отпугивают вредителей от капусты. Если кто-то не знал, вот вам моя информация. Ну что ж, желаю вам всем больших и хороших урожаев в этом году. Всем пока, пока.